всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 6 апреля я сейчас сниму подробное со всеми деталями видео о уплотненной схеме посадки томатов в теплицу и сразу все перед тем как начать рассказ все вводные данные еще раз повторю может быть кто-то предыдущие видео не видел такая ранняя высадка вот сейчас начало апреля я высадила в конце марта начала высаживать живу в сибирском регионе у нас еще погода не позволяет простые теплицы высаживать и такая ранняя высадка я смогла осуществить ее только благодаря подогреву грунта то есть у меня здесь греющие ленты я вот рассказывала заказывала в екатеринбурге в уральской усадьбе и тут греющий кабель покупала в магазине климатика метражом как такая рулончиком и мы укладывали все только из-за того что я смогла прогреть грунт в этом году я высадила на месяц раньше потому что у нас солнца хватало всегда то есть температура в теплице нагревалась хорошая а грунт был холодный потому что у нас морозные зимы там иногда даже промежший начинаешь туда тыкать верхний слой оттаивала внизу лед вот из-за того что грунт подогрев грунта здесь установили и еще грядки высокие и подогрев грунтом не обошелся очень дешево потому что я только прогрела его вначале а потом выключила и эту и эту буквально этот три дня грела эти этот сутки полторы сутки греющие ленты нагрели и потом я больше ни разу не включала потому что грядки высокие и он уже не остывает не охлаждается я его контролирую 16 градусов постоянно еще сон солнышко прогревает все у нас хорошо вот перейдем к уплотненной схеме посадки томатов вот смотрите вы сейчас видите вот это зеленое море томатов здесь их более 500 штук но это не значит что они все высажены кто смотрел предыдущие видеоролики тот знает что я высадила всего лишь тут два ряда и тут два ряда остальные все пространство я заняла стаканчиками с рассадой томатов которая ждет очереди для высадки в следующую теплицу где подогрев только вот инфракрасные обогреватели забыла добавить что вот здесь у меня двойной подогрев подогрев грунта и вот инфракрасные обогреватели греют сверху это вот на случай морозных ночей можно всегда вверх включить и тут как будет тепло вот смотрите тут четыре ряда я сейчас я сейчас сидя на стуле все это рассказываю чтобы просто общий обзор я сейчас встану и каждый высаженный сорт томата покажу отдельно потому что они здесь среди общей массы вы их так не увидите при общем обзоре сейчас буду каждый показывать называть сорт и скажу общее количество какое всего здесь потому что некоторые вот даже приходят сообщение некоторые думают когда я показываю такой обзор некоторые думают что уплотненная посадка это значит вот все вот эти вот томаты у меня высажены нет высажена очень мало здесь во всей теплице на обеих грядках высажена 150 штук с этой стороны количество больше потому что тут крайний ряд высаженные низкорослые штамбовые вот эти толстоногие их больше на той грядке их меньше вот смотрите первый ряд я сейчас по одному буду показывать но сразу скажу что в первом ряду у меня все 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 низкорослые вот я назвала спиридон москвичери нет буян там кемеровец они все низкорослые почти все штамбовые именно те которые позволяют себя выращивать загущено и когда у меня спрашивают не часто ли вот от лунки до лунки то вот эти 30 сантиметров которые между ними это как раз то что нам указывает производитель он нам указывает что на одном квадратном метре таких томатов можно высадить 5-6 штук если посчитать площадь то тут как раз выходит на метре у меня как раз 45 растений ну начну с самого первого спиридон 2 москвич 3 я вам уже его показывала ринет из-за того вот из-за того что вот эти высокорослые которые в средине разрослись они даже не дают не позволяют показать как следует тех которые в первом ряду те они видите маленькие их вот эти квартиранты давно уже переросли но все равно дальше идет буян красный буян желтый штамбовый засолочный кемеровец он градусник раздавила ранний 83 ультра скороспелый вот этот сибирский скороспелый потом идут демидов демидов янтарный новинка первый раз посадила какого показать ну заслоняют спортиранты потом малиновая ляна вот эти богатыри это чудо лентяя вот одна лунка и чудо лентяя 2 лунка потом идет челнок и крошечный дон жуан потом идет золотое руно еще раз золотое руно яблонька россии клуша и огромная бета вот всего всего в первом ряду 23 лунки лунки спаренные по два растения в одной лунки то есть 46 томатиков в крайнем ряду и это самый густонаселенный ряд тут они выстроены ну как в одну линию и между лунками 30 сантиметров совсем другая ситуация вот в этой же грядке но 2 лунка тут они уже выстроена через 40 сантиметров тут у нас батяня 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 сегодня жарковато они немножко начали у меня кучерявится потом идет пудовик 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 любимый праздник любимый праздник так потом одни русские колокола в этом же ряду настенька вот хочу обратить ваше внимание смотрите видите вот рядом томаты как выгодно красиво прям отличается настенька от других у нее листья какие-то прям изумрудно зеленые хотя рядом вот такой же срок ну в смысле столько же стоят рядом вот эти томаты у всех зеленый цвет но у всех разный у кого-то ближе к салатовым вот вообще это прямо гофрированные такие зеленые листья так это настенька 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 ну а дальше пошли перцы и баклажаны и если в первом ряду у нас 23 лунки 46 то во втором всего 17 лунок томатов еще 34 штучки вот на этой половине у меня 80 штук на второй половине у меня тоже также они разрежены высажены но тут уже я говорила что тут у меня уже эти иностранцы немножко ну как появились вот эта клубника шлау бах потом оранжевое сердце тут дуги мешают приходится съемку будет немножко выключать тут оранжевое сердце потом идет вот она мечта алисы потом русский богатырь перепрыгнем потом вот синенький сержант пеппер потом идет вот это чудо земли еще раз чудо земли вот эти которые упавшие были обваренные розовый мед стали но они выглядят хуже тех которые из стаканов это вот тоже они потом идет сибирский изобильный но тут вы заметили что так сибирский изобильный потом у меня идет сейчас скажу тут делишес тяжеловес сибири две штуки и один ходить розовый сибирский тигр и король лондон вы наверно заметили что на этой половине томаты они немножко как бы поменьше потому что те я высадила раньше они уже успели вырасти и окрепнуть но и на ту сторону я не буду сильно углубляться к стене пролазить только скажу что там у меня вова путин потом вирджиния сладости кристина ватчер де фрау микада розовый микада черный странная вещь девушки эту аль брикадель потом полосатый раджа манго лифлеемский огонь и банан оранжевый всего в двух рядах я сейчас скажу вам да как я считала 80 и и 70 150 штук вот 150 томатов сразу скажу про это количество 150 я уже в прошлые годы говорила об этом что такая уплотненная посадка конечно достигается за счет того что они по два томата в одну лунку но опять же так плотно высаживать может только тот у кого будет потом время в течение всего лета очень очень тщательно следить за ними вот эти интерминантные томаты которые по два сидят обязательно тщательное посынкование обязательно прореживание кроны я удаляю и нижние листья которые старые вот засыхают подсыхают по мере созревания и второй третий ярус средний прореживаю удаляю половинах фрагментарно листья половина листовой пластины или треть листовой пластины есть у которых томаты у которых листья очень большие они друг другу загораживают не дают жить все за этим я слежу очень строго я их подвязываю посынкую короче такая уплотненная посадка она подойдет только тому кто скорее всего уже или на пенсии или просто не работает кто может в любое время суток выйти и потому что обычно посынкуют раз в неделю я захожу за неделю раза три сюда потому что они растут как на дрожжах тепло же летом если полив хорошее тепло если семена хорошие и растения сильные они очень быстро они растут как бамбуки за ними нужно следить поэтому очень много обсуждается часто вот эта уплотненная посадка два томата в одну лунку стоит высаживать или не стоит высаживать удобно или неудобно мне удобно тем что два томата к одному колышку привязываю во первых одна поливочная лунка это сейчас я первый год в прошлом году сделала капельный полив а до этого поливала из шланга было очень удобно лунка общая и все во первых а во вторых и за счет корневой системы не буду я сейчас углубляться какие преимущества я вижу потом позже еще раз расскажу уже про это сто раз было сказано вот я только схему посадки рассказала вам и сейчас так как тут плохо видно я сейчас вам покажу прям в тетрадке да она у меня уплотненная все томаты высажены по два но все-таки расположение лунок у меня разные вот смотрите вот этот ряд 1 где идут мои коротышки маленькие они идут поперечные и расстояние между ними я делаю маленькая потому что еще раз говорю что они позволяют себя выращивать загущено они в высоту сильно не тянутся они будут стоять как сплошной стеной но второй ряд на этой же грядке хотя он тоже поперечно сделан но расстояние между ними уже больше тут нет почти эндотерминатных тут только вот ботяне а так тут любимый праздник пудовик они все полтора метровые невысокие а вот эти где где у меня эндотерминатные видите они тоже спаренные но расположение лунок совсем другое их тут входит уже намного меньше видите эти поперек эти вот поперек а эти они уже вот так длину и за счет того что они идут одной строчкой они вроде бы и по 2 с другой стороны они вроде бы и по 2 в лунку она с другой стороны если вот так посмотреть они по одной тут по одной и тут по одной и за счет того что между ними увеличивается расстояние вот эта грядка метр двадцать и вот тут сантиметров 80 насчет ну как между ними за счет того что между ними вот здесь большое расстояние есть у них плотность питания я могу их через 40 сантиметров вот так вот тоже не через как положено 60 или даже 70 а через 40 потому что у них вот здесь большой проход все потом подрастут побольше я вам покажу потому что сейчас пока они еще маленькие да еще тут они все заставленные дополнительными этими подселенцами сложно показать кого интересует смотрите прошлогоднее видео я там когда лунки делала показывала и когда они привязаны и когда они уже плодоносят все они у меня высажены два томата в одну лунку и при хорошем при тщательном уходе прекрасно растут и плодоносят ну все до свидания